Ну что ж, всем привет! Продолжаем заниматься PlayStation 2 и различными ее модификациями. На сей раз будем подключать, как вы уже поняли из названия ролика, DualShock 4 от PlayStation 4 и DualShock 3, ну естественно, от PlayStation 3. Вот. Делать это можно двумя способами, беспроводным и проводным методом. Итак, сначала проводной. Подключаем провод. Естественно, ОПЛ у вас должен быть обновленный, а не старый. Ссылочка, естественно, где? В описании. Совершенно верно. Как обновить ОПЛ тоже в предыдущем ролике я это показывал. Если не смотрели, можете посмотреть. Вот. Ссылочка тоже на него будет в описании. Итак, подключаем DualShock 4. Проводом. Включили. И все. Он сразу же должен в меню работать. То есть, вот, как видите, в меню он уже функционирует. И оригинальный джойстик также функционирует. И этот тоже функционирует. Но, естественно, кто не понимает, джойстик DualShock 4, DualShock 3 будут работать только при игре через программу ОПЛ. Не будут они работать у вас просто в меню консоли. Или, допустим, просто когда вы играете с диска без всяких дополнительных программ. Такого не будет. То есть, а через ОПЛ вы играете либо с флешки, либо по сети, либо с жесткого диска, если у вас PlayStation 2 FAT. Также можно подключить сейчас DualShock 3. Давайте подключим тоже. Покажу вам, что в меню он будет работать просто. Если вот так втыкаем. Подключаем третий DualShock. Вот, включили. Вот. Также в меню он вот перемещается у нас. Игры. Все работает. Единственный такой минус, если он у вас еще используется для вашей PlayStation 3, то в момент, когда вы вытыкаете его кабель или выключаете PlayStation 2, он в этот момент будет вашу PlayStation 3 включать. Вот так вот. Вот. То есть, он сейчас подключился к PlayStation 3. Ну, ничего страшного. Так, ладно. Все. А этот DualShock 4 у меня просто не зарегистрированный специально для этого ролика взял. Не подключен к самой системе. Тоже бы, наверное, включал бы ее периодически. Так, все. Подключили. Тут даже менюшка, экранчик этот загорелся. Но! Самое главное, чтобы играть в игру, нам нужно ее для начала настроить. То есть, если просто сейчас запустим, то DualShock 4 или 3 не будет работать. Для этого надо настроить игру. Для этого берем какую-нибудь игру. Ну, давайте вот Silent Hill 3. Значит, нажимаем конфигурацию. Потом переходим вот сюда. Вот он. Ну, почему-то не переносится у меня на следующий экран. Поэтому вот слово CON. То есть, вот здесь три опции. Раз, два, три. Нажимаем ее. И вот здесь PAD EMULATION SETTING. И здесь нам нужно вкл нажать. Также здесь вкл и здесь тоже вкл. Здесь у нас стоит USB. То есть, через USB провод играем. DualShock 3 либо 4. Все. Теперь нажимаем ОК. И теперь Сохранить. Все. Вот Сохранить настройки. Все. Настройки сохранились. Теперь можем запускать игру. Все. Запускаем игру. Проверяем, как будет работать. Что ж. Вот мы идем в этом метро. Как раз таки стою сейчас. Как видите, я спокойно таки управляю DualShock. То есть, все стики. И все это дело работает, естественно. Все. Сенсорная панель. Это у нас как Select будет. Вот. Это Select. Это сенсорная панель. Удобно. Ну, также, соответственно, кнопка Share на DualShock 4. Она тоже как Select. То есть, два Select. Вот. Share нажимаю. Одно и то же действие. Соответственно, Options. Это у нас Start. Все стандартно. Ну, и вот так все работает. При этом, оригинальный DualShock, он отключается. То есть, он не работает в данной игре. Если мы выбрали вот эту опцию играть с джойстика DualShock. Соответственно, вот мы играем именно с DualShock 4. С DualShock 2 уже не работает. Вот. И так для каждой игры мы должны, соответственно, его настроить. То есть, выбрать в опциях там. Играть либо с DualShock 4, либо же с DualShock 2. Вот. И сохраняем. В принципе, можно вот для каждой игры все это дело настроить. Сохранить. И тогда уже все. Просто запускать игру и играть. Теперь, если мы хотим подключить третий, то он тоже будет сразу работать. То есть, ничего не надо делать. Вот. Выключила этот джойстик. Этот по-прежнему не работает. Видите? Вставьте DualShock 2. То есть, он как первый контроллер у нас настроился. Все. Втыкаем. Раз. Все. У нас сразу же работает третий DualShock. Все. Вот. Тоже прекрасно работает. Ничего не надо настраивать. Стики работают. Shift и также работают. Все хорошо. Все. Теперь я вам покажу, как подключить беспроводную, по беспроводному способу, вот этот DualShock 4. Ну, в принципе, третий точно таким же способом настраивается. Перезапускаем приставку. Для этого покупаем Bluetooth адаптер. Я покупал четвертой версии на Алиэкспрессе. Никаким образом особо их не выбирал. Просто первый попавшийся купил. В принципе, ссылочку на него оставлю. Ну, по идее, должен подойти абсолютно любой Bluetooth адаптер. Даже четвертой версии. Хоть там в ДНСе покупайте. Или там в другом каком-то магазине. Либо там в Китае покупайте. Через Алиэкспресс. Или там eBay. Как уж хотите. В принципе, должен, говорю, подойти любой. Я купил вот такой. Так. Все. Запускаем. ОПЛ. Этот джойстик мы отключаем. Подключаем наш DualShock. Так. Все подключилось. Подключаем Bluetooth адаптер. Значит, будем настраивать. Ну, я уже проверял на Resident Evil 4. Я вам покажу, как это все настраивается. Несколько, я бы сказал, так не совсем понятно все уж там происходит. Но, тем не менее, настраивается. То есть, что я делал? Нажимал конфигурацию. Итак, что мы делаем, чтобы подключить его по Bluetooth? Мы вот в этой настройке, где USB, ставим Bluetooth. Все. Дальше у нас появляется вот такая вот информация снизу. Здесь мы можем зайти. Bluetooth адаптер информейшнс. Должен показать все его вот эти версии. Там какая и так далее. Если он вставлен. Если PlayStation 2 его видит, то это все она показывает. Сам адаптер, кстати, немножко мигает синеньким на данный момент. Так. Дальше я точно не помню, что я делал. Но, по идее, вот здесь нажимал просто вкрыл вот этот вот. Все, я включил. Здесь эти адреса, MAC адреса должны быть одинаковые. Нажимаем. Потом сохранить. Все. Теперь я должен, по идее, отключить провод и он должен работать. Да. Все. Вот теперь, видите, все работает. То есть, вот теперь он работает уже без провода, этот джойст. И также синий индикатор у нас светится. Ну что ж, давайте попробуем этот Resident Evil 4, на котором я настройки сохранил, запустить. Все. Джойстик у нас подключен. Так, сейчас она белая панелька. Это джойстик у меня с PlayStation 4 этот не связан. В принципе. Не знаю, как поведет себя геймпад, который связан с PlayStation 4. Скорее всего, либо сбросит свои настройки, либо останутся они. Ну, будет периодически, скорее всего, конфликты. Так, вот сейчас он почти-то выключился. Сейчас попробую включить его. Да, ну, по-любому будут конфликты с PlayStation 4, потому что вот он именно джойстик перешел, как бы запомнился на PlayStation 2. Вот я его включаю. Все, он включается. Все переключается. Нажимаю русский. Все, загружаемся. Вибрация работает, заметьте. То есть, вот сейчас прям джойстик вибрирует, нормально все. Потому что так же вибрации там отдельно, в отдельном меню это все выбираем. Ну, сейчас почему-то она включилась. Вот прям и не выключается вибрация. По идее, не должно быть. Может, глючит что-то. Фиг его знает. Вот сейчас выключилась вибрация. Сейчас посмотрим, как будет все это дело работать. Так, ну, управление работает нормально. Панельку нажимаем, включается вибрация какого-то черта. Вот, скорее всего, небольшой какой-то глюк конкретно в этой игре. Потому что, когда менюшка вибрирует. Так, давайте попробуем. Ну, когда стреляют, тоже вибрирует. То есть, вот нормально, в принципе, вот в этом случае нормально. Но, единственное, в меню не должно вибрировать. Вот сейчас опять включилась вибрация. Но здесь, наверное, из-за этой сцены она должна быть. Либо же, скорее всего, в игре в этой работает она так. То есть, всегда, когда есть какая-то сцена, у нас включается вибрация. Такое не должно быть. Ну, это вот небольшой баг, можно так сказать. Потому что вот она включается и не останавливается. Пока ролик не пройдет. Ну, а так в целом нормально. Ну, и опять же, вибрацию можно, как говорил, выключить. Там в настройках она отдельным пунктом включается и выключается на джойстике. Вот, давайте попробуем его обратно подключить проводом. Нет, вибрация все равно, она идет. Как была, так и остается. Как-то так. Давайте еще одну игру для проверки, перезапуская приставку. Вот сейчас я DualShock специально отключил провод. И посмотрим, будет ли сразу же он работать по беспроводному каналу или нет. Так, запускаем УПЛ. То есть, или надо будет постоянно вот в это менюшку залазить и настраивать. Хотя я там вроде настройки не сохранил. Так, давайте попробуем включить. Нет, да, сразу работает. То есть, ничего по идее не настраивать, перенастраивать не нужно. Вот он сразу включается, подсоединяется к PlayStation 2 и работает. Ну, что же, вот игра запустилась. В принципе, вроде все нормально. Стики ведут более-менее себя адекватно. Несколько медленно, мне кажется. Но это, наверное, можно настроить. Вибрации нет, почему-то. Либо я не помню, включил я ее, не включил в настройках. Вроде включал. Но в данной игре вибрации нет. Вообще. Ну, стики нормально работают, то есть, адекватно, в принципе. Не так, как на PlayStation 4, конечно, целится похуже. То есть, если вот... В принципе, я не думаю, что чем-то отличается от PlayStation 2 управления такое. Но чувствительность, мне кажется, все равно это нисколько не добавляет. То есть, в принципе, то же самое, что и мы играем на DualShock 2, только с четвертого. Ну, четвертый, в принципе, сам по себе эргономически поудобнее. Ну, а чувствительность стиков не становится такая, как на четвертой плойке, как мне кажется. То есть, целиться тут не сказал бы, что прям так удобно, как в современных шутерах. Нормально, конечно, но пойдет. Пойдет, в принципе, пойдет. Играть можно. То есть, спокойно все это и дело играется. И все это хорошо работает. Давайте еще, наверное, попробуем все-таки игру, которая будет на двоих. И второй игрок попробует... Попробую поиграть, допустим, подключить сразу DualShock 3 и 4. И игра, допустим, на двоих. Итак, заходим в конфигуратор. Включаем. Здесь джойстик. Сейчас я подключил все по проводу. Специально два провода джойстика взял. По идее, здесь вот есть эмулятор мультипорт. Мультитап, опять же. Здесь можно поставить, в каком порту будет джойстик. Считаться, как он приставкой будет, как второй или как первый. И тут еще второй параметр, setting for port. Я, честно говоря, фиг его знает. ABCD это, то есть, куда он включен. Насколько это важно, я не знаю. Допустим, подключим вот так вот все. Так, настроим. Сохраним. Запускаем. Посмотрим, что будет. По идее, два сразу же, DualShock 3 и DualShock 4 не работают в меню. То есть, либо один, либо второй работает. Так, ну вот, белая машинка едет. Это у нас первый игрок. А DualShock 4 у нас... А DualShock 4 у нас как второй игрок. Так, спокойно можно играть с двух геймпадов. То есть, один у меня... Первый это вот... Как видите, все работает. Да, прекрасно работает. И стики работают. И все на свете функционирует. Вот. Так, и давайте на белой машинке тоже поедем. Как-то так, друзья. То есть, все работает. А, соответственно, стандартный джойстик PlayStation 2, он вообще не функционирует уже. Раз мы настроили вот эту функцию в OPL, все у нас джойстик, естественно, стандартный в игре. Вообще никак не работает. Но при этом у нас работают оба джойстика, подключенные проводом. В принципе, я думаю, что и с блютусом можно их настроить. Возможно. Но не стану утверждать. Но в целом, как бы, видите, все вот это дело можно настроить и прекрасно играть. Ну что ж, на этом замечательном моменте, думаю, все. Более или менее вам рассказал, как это все добро работает. И как подключать вот эти современные геймпады к PlayStation 2. Надеюсь, вам было интересно, информативно. Посему ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч.